здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня мы разбираем узор и саму шапочку со сногом вот вот эту вот которую я нашла на алиэкспрессе у них кстати очень много интересных вещей которые я постепенно разберу все таки мне очень интересно вот вот видите вы в трансформацию узора это вчера вечером пробовала в итоге вот вот пришла к тому что вот этот вот лучше всего как бы и смотрится и вяжется удобнее всего должна сказать шапка конечно в оригинале подшита мехом что хочу изначально сказать потому что многие не досматривают видео до конца вот я хочу вас хочу вам снять видео которое про про то как подшить эту шапку вот этими искусственным мехом он не мех он конечно такой стекотаж типа флиса такого детские шапки шапка шлем подшита я там нашла и женские и снуды и мужские подшиты вот задумалась о том что нужно вам снять видео как подшить эту шапку правильно мне ну две пары одни у меня четыре с половиной миллиметра вторые два с половиной я буду показывать на двух цветах пряжи потому что в оригинале там меняется разные цвета вы можете менять их использовать остатки в общем играться с этим узором как вы захотите вот я вот так вот его поверну что вы видели правильную вот эту вот часть итак число петель должно быть кратно 6 плюс одна петля вот я для образца набираю 19 петель сам рапорт состоит из 6 петель 17 19 сначала у нас если рассматривать шапку у нас вяжут лицевой гладью 11 рядов далее изнаночной гладью 5 рядов далее лицевой гладью 4 ряда и далее изнаночной гладью 5 рядов вот чтобы получилась такая гармошка для как бы края шап вот мы вяжем таким вот образом при этом меняет цвета нитей вы можете все три цвета задействовать в этом отвороте что хочу сказать у меня есть такая шапка такая шапка капюшоном уже давно я взяла года три назад сейчас я провяжу 2 2 ряда лицевой глади и пока вам расскажу я ее выложу в этом инфобоксе под видео я там вяжу тоже с алиэкспресса с цветком шапку видео не популярная хотя шапка получилась очень классная с цветком вот и саму шапку чтобы понимать конструкции шапки вы можете посмотреть это видео вы поймете она очень просто местами что хочу сказать в той шапке резинку после резинки там сам края связан резинкой после резинки вы петли убавляйте для того чтобы резинка не стягивала здесь же не нужно если будете вязать эту шапку здесь же не нужно их убавлять здесь платочная вязка сама по себе свободная плюс это сам узор немного стянет полотно по поэтому она автоматически получится такое какое можно и так вот допустим вы связали ободок шапки далее вы переходите на другие нитки и вяжем таким вот образом 2 лицевые кромочную я не считала одну петлю снимаем с накидом как для английской резинки 4 лицевые ой 5 лицевых 5 5 у нас же аэропорт состоит из 6 5 лицевых следующий снимаем с накидом 5 лицевых снимаем с накидом 2 лицевыми заканчиваем точно так же как и в начале что хочу сказать а я почему я снимаю с накидом потому что потом полотно получается более такое рельефное фактурное вот я пробовала эту петлю просто вот первые два ряда просто снять не провязанной нить за петлю и вот получить получается вот такой вот эффект далее я перешла на тонкие спите на два вида спиц вот такой вот видите эффект я же говорю вот один узор второй третий и на четвертом я уже определилась вот здесь у меня по одному ряду между цветами все таки нужно 2 2 вязать далее мы вяжем по узору второй ряд 2 изнаночные эту петлю которую мы снимали снимаем еще раз теперь у нас там два накида 5 изнаночных снимаем с накидом 5 изнаночных снимаем с накидом 2 изнаночные и третья кромочная изнаночная третий ряд точно так же вяжем то есть мы 4 ряда просто вяжем 5 петель плюс 1 петля 6 у нас снимается при этом добавляются накиды теперь у нас их там 3 изнаночный ряд тоже самое 2 изнаночные петлю снимаем уже у нас здесь вот она белая петля и 4 накида 4 накида 4 5 снимаем 1 4 5 снимаем 1 2 теперь что мы делаем вот 4 ряда мы вяжем как бы снимая эти петли и теперь мы переходим на тонкие спицы вот если продолжать вязать на толстых спидах вот будет протяжка вот такая вот сильная что нам не нужно перехожу на тонкие спицы и вяжу лицевыми 2 лицевые теперь вот эти 4 накида и ту петлю которая там я провязываю лицевой вот все вместе она там уляжется потом далее 5 лицевых и лицевой провязываем 5 лицевых так здесь две лицевые и одна изнаночная изнаночная вот видите уже они начинают вырисовывать эти ячейки изнаночный ряд тоже вяжем тонкой спицей вот эти два ряда белого цвета мы вяжем тонкими спицами и так теперь снова переходим на наши толстые спицы и теперь смотрите и на другую нить теперь мы вяжем 5 лицевых а ну у нас будет чередоваться эти протяжки будут чередоваться раз два три 4 5 и 6 снимаем с накида 1 2 3 4 5 и 6 снимаем с накидом 1 2 3 4 5 и изнаночная вот все повторяем как здесь только в шахматном порядке 5 изнаночных 2 3 4 5 вот эту петлю снимаем со вторым накидом 1 2 3 4 5 и 6 изнаночная последняя и снова пол узора то есть 4 ряда со снятыми петлями 2 ряда лицевыми контрастной нитью вот и все весь узор девчонки шапка тоже несложная напишите мне что 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 делать с этим мехом нужно вам не нужно вот эти подшивание я же говорю потому что китайцы подшивают все я смотрю там мужские детские женские все все вот как раз у меня пол метра такой ткани есть я бы вам все все виды и показала как подшить шапку снут и и дет и детскую шапку шлем так все провязала я 4 ряда теперь снова отделочной нитью и тонкими спицами так здесь мы лицевыми петлями вот он наш узор понятное дело что чем больше свяжется тем более красивую форму примет вот так вот в конце же просто способ 3 ряда для заканчивания этой шапки вот именно этим узором по-другому я не вижу как ее закончить быстренько стянуть собрать и все снут обычной прямоугольный и 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